Жители многоквартирника на улице Военной жалуются на коммунальный ад. Квартиры затопило сточными водами. Тюменцы рассказывают, что сотрудники управляющей компании выехали на место аварии только через несколько суток. Кто виноват в коммунальной проблеме, расскажет Юлия Никифорова. Борьба с нечистотами в квартире на Военной 11 длится несколько дней. Стоки поднялись и наполнили раковину, после чего затопило кухню и остальные комнаты. Мне пришлось выгребать лопатой, она настолько жижа, которая выходила, густая, жирная, все выгребать, как лопаткой, совком аж собирала. Проблема в общем стояке. Кто его засорил, пока не ясно. Но, по словам жителей, трубы не промывали уже несколько лет. Поэтому причина может быть в том, что управляющая компания не выполняет свою работу. Ведь приехали специалисты только после того, как телефон диспетчерской стал разрываться от звонков. Через трое, получается, на третьи сутки, наконец-то мы добились уже всем подъездом, потому что это уже очень аварийная ситуация создалась. Наняли бригаду, которая будет прочищать канализацию, потому что уже пробить не было возможности. Только вот этими кротами прогрызать. Начали прогрызать и все это опять все полезло, все заново. Нечистоты просочились не только в квартиры. Ими, по словам жителей, теперь затоплен и подвал. Кстати, страдают и предприниматели, которые арендуют помещение на нижних этажах дома. У меня есть доступ к подвалу. У нас находится тепловое оборудование в подвале. И, в общем-то, когда идем к месту своего оборудования, видим, как в состоянии находится подвал. Бывают моменты, когда просто в сапогах. Все слизкое, все затоплено, все в фекалиях. Совет дома неоднократно обращался за помощью в управляющую компанию. Ведь следом за кухонным стояком может прорвать и коммуникации в санузлах. И все содержимое окажется или в квартирах, или в подвале. Подвал также регулярно затапливается. Сегодня он покрыт толстым-толстым слоем естественных отходов, жизнедеятельность человека. Что, естественно, может вызвать массовое инфицирование и массовое отравление. Но, по словам сотрудников управляющей компании, все работы по очистке труб сделали вовремя. Кстати, говорят, что из канализации достали ткань. А значит, жители неправильно ею пользуются. С подвалом, как оказалось, тоже проблем нет. Мы произвели прочистку данного стояка с этим электрическим кротом. Стояки также плавно промываем. Производим промывку. По закону, стояки в многоквартирных домах должны промывать всего раз в год. Все работы уже выполнены. Однако в управляющей компании пообещали пойти навстречу жильцам и снова прочистить трубы. Юлия Никифорова, Дмитрий Бурматов, Тюменская служба новостей.